Это закаленное стекло толщиной 4 мм может выдержать даже мой вес до 70 кг. В ассортименте у шамкенских предпринимателей не только стекло, способное выдерживать значительные тяжести. На этот раз фирмы-производители решили удивлять потенциальных потребителей продукции. Они предлагают мультифункциональные стеклопакеты. С ними можно сократить траты на коммунальные услуги. Все стремятся экономизировать свои затраты. И наши мультифункциональные стеклопакеты позволяют достичь этого. То есть это зимой экономия расходов на газе, электричестве, на отоплении. И летом, когда у нас очень жарко, допустим, плюс 40, плюс 35, это защита от солнечных лучей. Местные предприниматели признаются, что уже не ограничиваются производством цемента, шифера или кирпича. На сегодняшний день в области выпускается более 50 видов основных стройматериалов и конструкции. Южно-Казахстанская область обладает огромным количеством сырья, необходимого для производства различных видов строительных материалов. Таким образом, не нужно закупать импортные товары, если есть возможность приобрести строительный материал родного поставщика, считают эксперты. Бесшовное покрытие. Бесшовное спортивное покрытие – это делается для влажных спортивных площадок. Предприниматели сетуют, что иногда попросту не попадают в строительные проекты заказчиков. Все дело в том, что о них не знают, а у проектировщиков нет возможности регулярно проводить мониторинг рынка и подбирать качественные аналоги импортным материалам. Мы видим, что импорт в Южно-Казахстанской области в строительной сфере составляет 80%. Соответственно, чтобы уменьшить данный процент, мы показываем и нацеливаемся на то, чтобы заключать договора или меморандум между строительными компаниями и производителями. Во-вторых, мы видим, что по некоторым позициям, например, по лакокрасочной продукции, у нас 89% импортируются. Есть позиции, где 100% мы, например, обои импортируем в Южно-Казахстанскую область. Хотя у нас есть производство около 30 крупных компаний, 125 цехов есть, которые производят у нас строительные материалы. Из них можно отметить такие материалы, как фибробетон, жидкий камень, граниты разного рода. То есть у нас есть своя сырьевая база, есть возможность развивать строительные отрасли. Прямой диалог с профильными специалистами и компаниями принес результат. В рамках презентации в палате участники встречи обсудили ценовую политику с производителями и условия заключения в перспективе договоров поставки.